ртуть испаряется золотоносный песок остается ну а сколько эта штука то стоит вот с лотками ну примерно указ для недрами земными я сделала исконно воровской а посему жалование положите по одному в год вешать дабы другим не повадно было акция минус 16 проваливается вниз идет в бункер уже на вшивость там крутится она крутится барабан весь крутится идет дезинтеграция порода то есть ну наверное не нам икры красной пришлет и плюс еще земли состоит который потребляет аналогично 600 киловатт снимем что нам покажут оседает так удельный вес и золото тяжелые вы попали к нам на канале константина про и ольги про в общем сегодня выходной уже после обеденное время и константину написали письмо значит расскажи предыстории мне вконтакте написали значит чуваки оказывается не моет золото где-то на просторах реки витим вот но название их не говорить не буду в общем смысл письма в том что они но потом мы конечно звонили с поговорили смысл того что они попросили съездить и снять предприятие которое у нас в городе занимается производством золото добывающего оборудования касса есть такое оборудование у нас в городе вот собственно мы сейчас едем по поручению и значит ну снимем что нам покажут вот она расскажут да познакомимся ну и собственно потом видеоотчет отправим этим золотарям но если им это понравится наш отчет да ну наверно не нам икры красный пришлют ну и золотишко же слайда то есть вот какие-то чуваки получается которые моют золото доверили никому нибудь а вот нам с ольгой то есть у нас лица вызывают получается доверие такой важный скажем так момент как проверка предприятия в городе мясо смыслов и мастера вшивость до проверка на вшивость вот но сейчас поедем проверим покажем расскажем чё там я честно говоря не знал что у нас оказывается делать золото бачья знал что у нас значит старой части города добывали золото на реке мяс но то что у нас делают золото добывающее оборудование которое пользуется спросом даже считай в забайкальском крае на реке витим все река витим это старейшая река где золото добывали всю жизнь там все все фильмы все истории да много у нас кинолент советских есть что золото на реке витим я вообще зачитала про несколько способов добычи золота там один из них какой то есть ртут помещают туда драк металлу она притягивает абсорбирует значит ртуть до мальгера то есть ртуть она обволакивает это песок когда надо просеять песок но это старый вредный способ то есть песок на начать ртуть добавляет в песок золотоносной и ртуть это золото вытягивает из песка то есть чистую чистую породу золотую пину песочек вытягивает из шлака и как называется не знаю интересные пользуется но это способ вредного кстати драга все еще стоит вот или то что от драги до то что от драги осталось смысл то что там часто зима да но я даже не знаю может и летом летом вроде мою техника какая-то стоит наверно что-то читала по поводу того что старатели моет золото летом а еще некоторые моют и зимой и ранней весной потому что вода чистая и видно это понятно смысл в чем промывка золота она подразумевает присутствие воды вода замерзает соответственно все работают до тех пор пока вода не замерзнет что надо не будет сейчас остановиться и позвонить узнать как проект мы заблудились уже я не договорил основная проблема когда золь золото этот песок забрали ртутью потом от этой ртути избавиться и раньше и до сих пор в некоторых странах этот способ используется хоть он жутко вредный это нагрев во ртути на сковородке то есть эту массу потом просто нагревает на сковороде грубо говоря и ртуть испаряется до ртуть испаряется золотоносный песок остается способ есть по муран так добывают то есть две скважины рядом бурятся в одну скважину значит закачивается под давлением специальный раствор которые ну чтоб не разрывать всю землю то есть который растворяет этот уран а из другой скважины эту жидкость качают обратно и потом на фабрике уже на обогатительной из этой жидкости до выделяет соли а из солей уже чистый металл вроде так возможно что-то путаю но суть не в этом самая суть в том что мы едем значит суть в том что мы нам доверяют понимаешь доверяют поэтому сейчас посмотрим интернете адрес по карте к чему это сказали то если у кого-то будут вопросы по поводу кого-нибудь проверить да неважно века мы до пишите вконтакте съездим проверим но сугубо выходные дни конечно потому что у нас есть основная работа мы снимаем автотехнику вот для канала урал спец транс но выходные не пожалуйста съездим проверим снимем выложим все ищем адрес добрый день вот нам сказали что здесь производят золото добывающее оборудование правильно попали до меня константин зовут вас сан николаевич да вот у нас получаются знакомые ну как знакомые написали в контакте мы с ольгой снимаем видео и нас попросили вот заснять про ваше предприятие съездить ну что вы занимаетесь производством вот не сразу мы вас нашли немножко поплутали до потом созвонились и собственно наши то есть тут вот у вас в офис на мой телефон не вовремя как всегда а то есть высыпать чтобы на 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 гору высыпать ясно учет тут у вас а это кто кстати симонов это золотодобытчик же у нас золотопромышленник он в музее по моему вот здесь вот это его музей атака симоновский этот особняк то его же вот вот она как человек который для города очень много сделал построил здесь очень много и занимался очень сильно ясно ну чё пойдем давай почитаю указ для недрами земными сделала исконно воровской а посему жалование положите по одному год вешать дабы другим неповадно было сушенную времена были да вот времена то были ясно ну чё пойдемте покажите нам да чем в чем этом чуть-чуть делаете производство покажите ну кстати название вот видно да и это я так понимаю какая-то штука вот и здесь видно да она крутится крутит и что происходит тогда расскажите ну то есть железо мы увидели что оно есть уже да фактически просто готовим к отправке сам барабан снимается потому что не транспортное положение очень разное положение а чё в барабане происходит то есть туда руда за да руда вот сюда попадает здесь лоток приемный или конвейер ставится или бункер распределение ковшом подается на порода вместе с водой сюда попадает там крутится крутится барабан весь крутится идет дезинтеграция порода то есть отмывка порода от глины от мелких частей здесь она как бы размывается дезинтеграции идет очищает дальше идет уже перфорация вот здесь посмотреть изнутри лучше видно давайте заглянем это сеющая часть более хорошо видно а о как интересно то есть до фракция здесь на 16 перфорации 16 миллиметров ракция минус 16 проваливается вниз идет в бункер уже то есть вероятность того что золото будет в меньше меньшей фракции она больше да то есть ну в такой в таких больших глыбок то не бывает вот нет она бывает но очень редко в принципе это самородки такие они это маловероятно они есть в принципе то но за счастье там один полосе 0502 процентность попадется из общей массы там если крупный самородок не везде у нас на урале до попадает ну . крутки это крупные сюда вываливаются камни до плюс 16 который идет она идет в отвал а минус 16 фракции идет в бункер распределительный потом там уже выход идет у нас обоих сторон предусмотрено удобство работы хоть туда шлюз ставится вот отсюда идет порода уже плодой здесь ставится шлюза шлюза в цехе есть можем показать давайте глянем ну то есть и улавливается золото уже непосредственно там закладываются коврики резиновые такие видел маленькие там вот уже этот песочек золотой оседает но вместе с фракцией оседает так удельный вес золото тяжелое она оседает а как этот вот метод называется это гравитационный гравитационный мы просто с ольгой ехали размышляли она в интернете прочитала говорит есть метод значит ртутный какой-то ядовитый да не да сейчас нет такого метода уже нет у них нет и раньше дедушки лили в коврике что потому что ртуть не ловлю золото она вредная вредная ужасно тоже его выпаривать потом надо да да конечно да потому что старики работали дедушки наши и применяли как у ртути сейчас нет строго запрещено ну туша вредно до выщелачивание такой есть метод или есть выщелачивание метод это цианиты а это яд опять же 1 да это я не знаю ну то есть получается вот этот гравитационный метод самый безопасный метод да ну конечно для экологии можем так сказать экологии нарушается в каких-то там рамках то есть землю переворачиваем но мелочи минимум вреда да 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 вреда в принципе тут у нас мясо золотоносный город да у нас сколько раз ну город золотой долине же все разрезы в принципе здесь 90 процентов созданы старателями это все старательность и делаю ну вот здесь вот драга ходила у вас у нас на пруду драга ходила находила по иремель уходила иремель это тоже за счет золотарей а иремель я я считал что иремель это просто запрудили то есть там тоже золотодобывающий поселок дрожный потом сделали плотину и сделали водохранилище а драга по сути это вот такой снаряд только водоплавающий да по сути да то есть она просто плавает и также через себя всю руду перерабатывая там черпаки есть цепь черпаками идет черпаки загружает такую же бочку на тоже дражная бочка принципе это вот значит как направляющие ролики да такие колеса они получаются это не накачано это чисто резиновые это как каток цельнолитой да золото все меньше и меньше да золото хватит еще наши внуков если по большому подходить и технологии менять у нас в отвалах в пруду в городском мясе еще можно по новой перемывать по новой туда при подходе при правильном подходит ну то есть извлечь можно очень наверное сейчас технологии то поменяли все равно чуть лучше то есть те же сетки допустим уже по-другому можно сделать да естественно эффективность уже будем уж добера пришли менее энергоемкая если гидравлика там скажем тысячу киловатт на там раньше там работали час потребление электроэнергии то здесь и 110 а в чем разница это крутит а там как было там струей просто монитор сбила струей кучу разбила это во-первых насосная станция чтобы создать напор нужный да и объем воды дать это где-то 600 киловатт потребления идет насосной станции и плюс еще земли состоит который потребляет аналогично что то есть а по идее я правильно понимаю что по этой технологии она уже не так завязана на воду до воды идет меньше меньше воды и по идее можно по замкнутому кругу наверное эту воду пускать а везде по замкнутому кругу везде по замкнутому кругу работать нужно своем пространстве так как брать и скидывать допустим мутную воду хвост и так называемые у нас куда-то в речку в какую-то это нарушение уже нет мы своем замку на пространстве работаем то есть отводная канава и ладстойники там один-два и ладстойника много интересного еще интересный разгар из человека который в своем деле разбирается очень увлекательно рассказывать везде породы разные смотря вообще оборудование подбирается по месторождению скажем где-то легко промылить и пески где-то тяжело промылить и пески где-то песок где-то глина если включение глины очень много допустим тоже взять вот магнитогорский допустим работали в балканской группы рассыпей на гайбакский район там очень глина много то есть очень трудно золото взять надо ее размыть до состояния каши очень трудно и глины много наверно мешать надо воды и за первый раз даже ничего не сделаешь просто есть методики некоторые ну как будут выкладывать эти хвосты не там под воздействием природных всех вот этих условий вымораживаются там дождями и ветрами глина разрушается потом втором раза промывает ну покажите чё в цехе на цехе у нас там шлюза установки мы же их и шли смотреть вот это вот и есть лоток да так называемый шлюза то есть вот порода вот та размытая подается это под наклонной 7 11 градусов примерно и туда вот как раз вот эти коврики укладывать они прижимаются а прижимаются чем прижимаются уголки и специальные такие приспособления уже там бруски идут деревянные к линиями ну где как можно по другому по разному прижимать и вот получается это жидкость породы с размыто идет и база пульпа да это называется из-за того что золото нас учили в школе она тяжелая она в первую очередь оседает а все остальное вымывается дальше но здесь надо регулировать все отношения воды еще ну что у него скорость потока было потока чтобы улавливать более тонкое золото если скажем старые згм и там работали восьмерки там скажем то есть землесосные установка там поток воды очень большой потому что нужно нет классификатора так скажем как скру скрубера то есть вся крупная галька до 120 150 в диаметре миллиметров идет сюда тоже все наши и нужен такой поток чтобы это же выносила вместе с этим потоком сильными и несет мелко еще тем самым скрубер поднимать активность понимая что сначала отсеивает получается да а мелкая фракция потом меньше воды надо меньше поток идет уже и площадь на площади улавливаем там скажем поток воды меньше идет и за счет этого оседания тонкого золота больше эффективнее это отвод это съем золото допустим чтобы не снимать по полностью все шлюза в коврике не 3 чтобы золото потому что основная масса золота на двух метрах впереди самая первая там уже все меньше 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 здесь вообще можно сказать месяца там так остается то есть падаем сатрация сутки раз-два допустим если золото там ну по золоту опять же смотреть надо сколько какое золото а вот здесь заслонка все вижу коврики с водой здесь маленький поток идет а коврики вытряхаются вытряхаются и потом отсюда здесь уже ванну ставишь или там кто что ставит золото с концентрат какой скажем так золотом же здесь вот меня еще вопрос вот этот песочек нам или чё с ним потом еще надо делать он на доводку идет но есть разные способы доводки ну то есть получение уже чистого золота скажем так отбить шриха все есть столы контрационные с кого-1 ну кто по есть шеду я думал разом спекают просто все нет не зачем ну то есть вот слитки то вот эти я и слитки спекают но показывают пока слитки можно и самим слитки делать конечно но вообще это все отправляется на ацм ацм что такое завод по обработке цветных металлов ради любопытства сколько стоит получается вот этот агрегат он получается как бы ну это законченное целое для производства по большому счету тут каким-то погрузчиком подают до здесь бункер еще делается приемный а ну приемный бункер туда сыпят руду и собственно оттуда вот где мы посмотрели уже порошочек берут ну сюда надо соответственно генератор какой-то да не надо вообще в комплексе конечно электричество нужно ну а сколько это штука то стоит вот с лотками ну примерно секрет от 5 700 где-то так ну то есть 5 700 6 миллионов ну начали очень трудно сказать потому что цены но все и меняются каждым днем ну да и соответственно кому в этом году то да то есть у нас подняли ндс получается за индексами потянул все до 20 процентов соответственно металл подорожал до двух ну два процента но это естественно все подорожало но есть предприятие которые сразу накинули 10-17 процентов ладно поедем спасибо если никого есть ну то есть компанию вы показали в урал ресурс золото точка рф и так понимаю это сайт ваш ну а так мы уже отправили даже до камчатки уже там наверно все контакты секретное задание выполнено до компания производящая оборудование обнаружено видео отчет снят и собственно отправлен клиенту ой клиенту знакомым в общем отправлен видео отчет который константин вконтакте до который заверить на вшивость эту компанию и вот собственно еду я сейчас у меня идея родилась то собственно еще ранее я думаю не первый раз может быть да кому-то если будет интересно по поводу но проверить какие-то компании у нас городе мясе пишите вконтакте мне или ольге лучше мне пишите 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 вконтакте мне значит ну договоримся съездим снимем видео обзоры выложим а дальше как собственно на ваше усмотрение если дадите добро выложим ну в открытый доступ если ну добро на общий показ не дадите то этот ролик этот ролик выложим вам то есть будете смотреть только вы лично вы только по ссылке сможете его посмотреть но это от ваших пожеланий скажем так ну все всего доброго до анекдоты не будем рассказывать подписывайтесь на наши каналы подписывайтесь да значит на канал константин про и степанова ольга